Оксана Романы мгновенные, а бывают очень медленные. Прибалтийские, например, как у Бориса Моисеева и Лаймы Вайкуле. Поставил аккорд, убегающий август. Закончился праздник, теперь по домам. У нас три минуты, всего лишь осталось. Из всех, что делить, довелось пополам. На Рижском сморье пролетело лето, и не вернуть его, и не остановить. А в нашей песне было только два куплета, мы третий не успели сочинить. На Рижском сморье пролетело лето, и не вернуть его, и не остановить. А в нашей песне было только два куплета, мы третий не успели сочинить. Ну что нам друг другу сказать на прощанье, сказать бы до встречи, это обман. Наверное, на вечном останется та лето, такой непростой прибалтийский роман. На Рижском сморье пролетело лето, и не вернуть его, и не остановить. А в нашей песне было только два куплета, мы третий не успели сочинить. На Рижском сморье пролетело лето, и не вернуть его, и не остановить. А в нашей песне было только два куплета, мы третий не успели сочинить. Ла-ла-ла-ла-ла... На Рижском сморье пролетело лето, и не вернуть его, и не остановить. А в нашей песне было только два куплета, мы третий не успели сочинить. На Рижском сморье пролетело лето, и не вернуть его, и не остановить. А в нашей песне было только два куплета, мы третий не успели сочинить. Ла-ла-ла-ла... Ла-ла-ла-ла... Ла-ла-ла... Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла... Спасибо вам, дорогие! Будьте здоровы, будьте счастливы, будьте любители и будьте любимыми! Весенний солнечный сюрприз, две половинки солнца, Лайма и Борис. Вот экспром, который у меня родился. Красиво. Борис, разрешите мне поздравить Лайму. Лайма, очаровательная, обворожительная, это вам.